Мне это просто по душе. Мой покойный дедушка очень любил рассказывать разные истории про как было, что раньше делали. Мне было интересно. А теперь вот по душе нашла занятие, сейчас работаю. Расскажите, что вам удалось? Мы собрали более 300 экземпляров с учениками. В основном мы ходили по улицам из дома в дом. Люди откликнулись. Нам доставали из сундуков сокровенные родительские вещи, вышитые руками. И с благодарностью мы приняли от них это в музей. И сегодня приходили многие, смотрели на свои экспонаты. И с радостью отмечали, что вы все сохранили, все в таком хорошем виде. Приятно, что наши односельчане откликнулись на этот призыв открыть музей в нашем селе. Я рада, что... Это вы сделали за коробки? За два года у нас кружок был, у меня кружок был. Так получилось, что нагрузки часов не было и дали кружок, но не по предмету. Музей будет иметь какое-то название? Это не знаю, даже название мы еще не продумали. Просто историко-финографические, но, наверное, назовем. Одним обсудим, все будет. Да. И так вот с энтузиазма детей. Какая самая старая вещь здесь, старинная? Самая старинная вещь у нас вот 900-го года. Вирюльджик, года Пешкери. Это сделала беженалька Керана. Это ее свадебная. Потом есть сбивалка или как это называется, сепаратор сейчас по нынешнему, работающий 1913-го года. Вот этот шкаф 1920-го года, это 1940-го года. Есть фотографии вот 1900-го года. Это бабушка уже старая, Калак Ирина, дала своих свекор и свекрови фотографию. Говорит, там мало ли, что молодые обычно как, не сохраняют. Говорит, в музее оно сохранится, и хоть потомки увидят наших предков. Не считали, сколько всего экспонатов? Более 300. Более 300. И клюк с подушками, с чаршав, с этими. Вот на свадьбу, как жениха оформляли рубашку. Вот у нас разные. Вот это есть из 910-го года, старинный, как он называется, бощалок. Бощалок. 910-го года тоже каинно передали. Подушки. А, если смотрите, какие красивые изделия ручные, с бархата сделанные. Это народные умелицы такие могут только сделать. Ну и этажерка. Вот интересные экземпляры 65-го года. Из-за нехватки таких вот вещей умельцы делали такие шкатулочки красивые с открыточек. Да. И хранили там разные мелочи свои. Так как много вещей у нас получилось именно вот старинных. Вот это старинный чукман 46-го года. Это 1920-го года. Это 60-го года свадебный костюм атласный. Кадюфе этот пиджак тоже вышитый вручную. Эти с бахромой шаленьки. Пискюлю шаленька. Вот. И фотографии некоторые. Здесь вот так как они более подходят к свадебному. Я вот свадебный. Тут Саадыч со своими колдунками сидит. Семья вот одежды. Как одевали в 60-й год. Но одежда, смотрите, у всех девочек почти одинаковая. И платки, и платья вот такие в таком вот виде. Вот свадебная фотография. Вот такого же костюма, но они это очень интересные. Дальше здесь вышивки и полотенца на свадьбах. Считалось, что если невеста умилица такая, то обязательно перед тем, как вот идут невеста с женихом, обязательно должны быть вот эти вышивки. И если там 5-6 штук нету, значит, она ленивая невеста считалась. И вот потому все старались есть разные вышитые гладью и крестиком. И такие вот чкартма называлась. Такие бархатные как будто. Разные картиночки. Ну, умелицы, разве не так? Посмотрите, какая красота. И девочка, и цветочки. В общем, народные наши ремесла. Процветают. Со свечек. Вот мум. Сделанная вот эта финця. Вот эта женщина эта с ее же этими украшениями. Только платье другой. Мы скомбинировали так, чтобы воспроизвести это платье. Наряд, вернее, извините. Дальше, орудия труда 1905 года. Термак. Вот эти называются яба. Семи и шести, и пяти этих зубьев. Потом трех зубьевые виллы, которыми наши предки собирали солому. Арманда, дююрмышля, сором доток, ломышон, нарла. А вот это интересно. Никто бы не знал, что это за инструмент. Вы знаете? Что за агрегат? Фельдмены? А? Фельдмены? Да. Кукурузу сеять. Вот так втыкали, садили. Втыкали, садили. 36-36 или 38-го года. Там даже фамилия есть написана и год. Кто-то работал, видимо, им или выдали его. Вот это виноделием занимались. Бота называется, переносные такие вот бочонки для вина. Это ришница, кая. Чтобы делать муку. Вот это агрегат деревянный. Посмотрите, как сделано без почти единого гвоздя. Вот оно с этими втулочками, такими вместо гвоздиков захвачено. Дальше вот это называется колыб, для того, чтобы делать вот эти шапки и туфли. А это 30-го года. Чикарик. Это очень ценился. Чикарик, хозяйка, что дала, говорит, это Чикарик. Очередь записывали, чтобы брать и работать с ним. У нас же качество было развито. Вот в очередь как будто записывались. Вот сегодня на этой неделе у одного, на другой неделе у другого. Такой ценный был экземпляр и в рабочем состоянии.